Меня здесь интересует один гидротехнический объект. Основанием является бетонный ствол. А теперь минутка не рекламы. Приглашаю всех, кто еще этого не сделал, присоединиться к нашей группе ВКонтакте. Там вы найдете актуальные новости, связанные с подземными коммуникациями, интересную техническую информацию о новейших технологиях в коммунальном хозяйстве, исторические факты о различных объектах и, конечно, много-много различных фоток этих самых объектов и их описания. Ссылка на группу будет в описании к этому видео. Присоединяйтесь! В прошлой серии мы посмотрели центр Мурманска и самые интересные достопримечательности города. Немного заброшек, а также полюбовались видами на Мурманск с вершины трубы заброшенной котельной. Теперь же речь пойдет о нескольких подземных заброшенных местах в Мурманске и Мурманской области. Вот я прибываю в следующую точку своего путешествия. Поселок городского типа Мурмаши. А здесь находится Нижняя Турманская ГЭС, которая была построена в 30-х годах. Собственно, вот сейчас видно здание с машинным залом. И плотину ГЭС. Вот такой вот он поселок Мурмаши. Сталинский, ламповый, с Домом культуры на центральной площади. И памятником Сергею Кирову, 1926 года возглавлявшему Ленинградский обком партии, под юрисдикцией которого находился и Мурманский округ. Киров оказал значительное влияние на развитие промышленности северо-западной впоследствии Ленинградской области. А состояние дорог у Мурмаша просто выражает. В самом центре Москвы нет таких дорог. Я сейчас двигаюсь к следующей точке, которую я хотел посетить. Большинство зданий здесь тоже сталинского периода постройки. Но вот впереди видно несколько домов ориентировочно 70-х годов постройки. Справа еще чуть более поздний постройки домик. С 1930-х годов здесь располагался военный аэродром Мурмаши. Во время финской войны, длипшись отрасполовенные месяца, с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года, с аэродрома в Мурмашах поднимались самолеты штурмовой авиации 147-го полка. После окончания военных действий началась реконструкция аэродрома. При расширении летного поля под землю была убрана часть ручья Кротова, протекавшего с восточной стороны аэродрома. Во время строительства коллектора ручья было применено необычное инженерное решение, о котором я расскажу немножечко позже. До 1949 года аэродром функционировал как военный. Позднее, с 1952 года, он начал обслуживать регулярные пассажирские рейсы из Архангельска и Ленинграда, а с 1954 года и из Москвы. Так продолжалось до 1979 года, когда вступили в силу новые требования к летным полосам аэродрома, устанавливающие минимальную длину взлетно-посадочной полосы 1200 метров. Аэродром Мурмаши имел взлетно-посадочную полосу длиной 1100 метров, и из-за сложного рельефа местности не было возможности выделить полосу. Тогда аэродром перестал принимать гражданские и военные самолеты и был передан Мурманскому спортклубу ДСАА для обслуживания легкой авиации. Сейчас аэродром в Мурмашах полностью заброшен. Точную дату, когда с него прекратились полеты легкой авиации, установить сложно. Но на видео, снятом с борта авиамодели в 2008 году, видно, что на территории аэродрома еще находились самолеты. А вот и то, что я искал. Небольшой подземный участок ручья Кротовый протяженностью около 300 метров. Венчает портал звезда и два серпа и молота. Строился этот участок во время расширения аэродрома. Наверху можно различить звездой дату. Похоже, это 1941 год. Я нахожусь уже внутри коллектора. Причем вот эта часть, где я сейчас нахожусь, это не основной коллектор ручья, а это обгонный коллектор. Не очень пойму, зачем так было построено, особенно с таким вот расширением. Но, собственно говоря, это положенный топорный коллектор и имеет выход в основное русло, в основной коллектор, куда я сейчас и отправляюсь. Вот так вот масштабно это все выглядит. Сейчас я сниму свет, который ставил для полосъемки. Вот поворот, и этот коллектор выходит уже в основное русло. Тут уже намного глубже. Видно прозрачная-прозрачная вода. Мне здесь приблизительно по колено. Там впереди находится портал, который я, собственно, нашел первый. Рядом с ним портал обгонного коллектора. Что интересно, в основном русле ручья в коллекторе был сделан настил. Основная особенность, то, что этот настил был сделан, вот судя по этим бетонным выступам, на которых он и держится, настил был сделан как раз во время строительства самого коллектора. То есть где-то в 41-42-м годах. И надо полагать, что сами доски эти настила, они сохранились до сих пор с того времени. Частично, конечно, они уже обрушились, но есть очень немало участков с хорошо сохранившимся настилом. Впоследствии мое предположение относительно возраста настила подтвердилось. И стало ясно, с какой целью был сделан обгонный коллектор. Благодаря коллегам из Мурманска и частично найденным уже по возвращении в Москву материалом, удалось выяснить, что коллектор ручья изначально при строительстве имел двойное назначение. Во-первых, для расширения площади аэродрома ручей требовалось убрать под землю. Во-вторых, инженеры, проектировавшие коллектор, решили использовать его как бомбоубер. Впоследствии командный пункт Коллектор был засыпан сверху восьмиметровым слоем земли, а внутри был уложен на стиль, чтобы во время вражеских бомбардировок личный состав аэродрома мог укрыться в коллектор. А принятое мной за обгонный коллектор помещение было построено для размещения в нем командного пункта. Таким образом, это необычное бомбоубежище имело три входа-выхода. Два портала ручья и портал командного пункта. Любые строительные работы в условиях севера, естественно, имеют свои отличия от строительства подобных объектов на территории Центральной России. Это справедливые для возведения жилого фонда или промышленных объектов и для дорожного строительства, но особые отличия касаются любого подземного строительства. От прокладки коммуникаций до строительства объектов военного назначения и гражданской обороны. Прежде всего, отличия обусловлены сложными геологическими особенностями. Наиболее распространенный гон, с которым приходится работать, это скальные породы. Большую роль играют и климатические особенности региона. Ну и немножко местной природы. Вот такую вот картину с горными речками и небольшими водопадами здесь можно встретить очень часто. Если не говорить о городских коммуникациях, большую часть подземных сооружений Мурманской области можно разделить на две категории. Во-первых, это объекты военного назначения и убежища. А во-вторых, это предприятия горнодобывающей промышленности. Многие убежища строились в период Великой Отечественной войны. Расцвет строительства военной базы региона пришелся на период 1960-1970-х годов. А предприятия горного комплекса стали развиваться в период с 1930-го года, когда начал свою работу Хибиногорский рудик. Хотя добывающий отрасль на Кольском полуостре видел свою историю еще с серебряных и медных рудиков середины 17-го века. Пожалуй, одними из самых интересных подземных объектов в Мурманской области являются так называемые скальники, убежища гражданской обороны и военные сооружения, построенные в склонах сокров. Сейчас даже сложно представить, какие усилия затрачивались для их постройки и с какими трудностями приходилось сталкиваться их строители. Одно из таких скальных убежий было построено в период Великой Отечественной войны в западном склоне Сопки Зеленой Мисы, на вершине которой сейчас находится мемориал защитникам советского заполяра. В период перестройки оно использовалось под овощной склад. В середине 1990-х годов было заброшено в связи с аварийным состоянием. Сейчас находиться внутри убежища крайне опасно. Повсеместно отваливаются куски породы, обрушилась часть свода южного входа. Из военных объектов особый интерес представляет скальное хранилище специальных боевых частей, или как их еще называли изделия, ядерных боеголовок стратегических вооружений. Несмотря на удручающее состояние объекта, посмотреть там есть наше. Поражают масштабы сооружений, простирающихся на сотни метров внутрь горы, и могучие гермовороты. Интересно, что внутри они залиты бетонами. Перед входом в объект лежит одна из створок гермоворот, с которой охотники за черметом срезали почти всю сталь. И хорошо видна ее бетонная начинка. За последние сутки я плавно перевестился из города Мурманска, и сейчас нахожусь на территории недостроенного предприятия. Выглядит все весьма внушительно. Огромные размеры. Надземная конструкция, которая имеет мощные бетонные площадки с подземной частью. Я сейчас нахожусь на таком вот ходке. Точнее, это не ходок, это фермы, которые должны держать были перекрытие верхнего этажа. То есть, вот у меня сейчас подо мной пустота. Я сейчас хочу подняться на самую верхнюю площадку, чтобы показать масштабы всего этого предприятия. Залезать сюда мне пришлось по вот этим вот фермам, несущим конструкциям, которые держат перекрытие верхнего этажа. Вот такой вот вид открывается в верхней части этого недостроенного предприятия. Но самое интересное тут находится как раз внизу. Внизу, ниже уровня земли, сделаны множественные подземные конструкции из бетона. И здесь можно видеть два тоннеля, которые уходят вглубь за пределы самого здания. Вот сейчас в левой части кадра виден один. И сейчас я немножечко перемешусь, покажу почти симметричный тоннель. Точнее, он не симметричен, они оба два туннеля поворачивают как бы к центру. Видно за пределами, где должно было заканчиваться здание площадка, образованная верхними перекрытиями бетонными этих тоннелей. Сейчас я туда спущусь и посмотрю, куда они должны были выходить. А, кстати, пока я здесь лазаю, рядом проходит железная дорога и можно видеть, как по ней идет состав с рудой, которая здесь недалеко добывается в шахтах. Такие вот живописные виды открываются на горы с территории этого предприятия. вернемся к рассказу об этих тоннелях. На заднем плане, вдали, немного позади этого здания, в котором я сейчас нахожусь, виднеется вышка и, очевидно, тоннели уходят к ней. Чтобы это проверить, я сейчас спущусь туда, в самый низ. С верхней части этого недостроенного предприятия и отправляюсь сейчас в самый низ для того, чтобы посмотреть эти подземные тоннели, куда они ведут. Тут даже была предусмотрена лестница для обслуживающих персонала. Я, естественно, имею в виду не эту металлическую, которую положили рядом, а вот эту с краю. наверху слышен шум поезда, а я опускаю сейчас на нижний уровень. Вот так вот все это выглядит снизу сооружения, а туннель заканчивается похоже забутовкой. Так, вперед и вниз. Да, вот здесь видна забутовка, но за этой забутовкой туннель продолжается. Как я предполагал, эти два туннеля соединяются между собой. и так за забутовкой виднеется шахтный ствол из металлического тюбинга затопленный. В принципе, можно попробовать сейчас туда перелезть, что я и сделаю. Итак, препятствие преодолено. Я нахожусь рядом со стволом. У него тоже есть спуск в виде вполне себе цивильной лестницы. ствол затоплен, но не сильно. То есть, глубина там где-то порядка 40-50 сантиметров. И вот как выглядит сам этот ствол изнутри. Диаметр ствола где-то около 5 метров. Выполнено он из чугунных тюбингов. Так и не удалось точно определить, для чего предназначались все эти конструкции. Но, скорее всего, галереи служили вентиляционными каналами, подводящими воздух к вентиляционному стволу. На фотографии хорошо видны уходящие плавным изгибом вниз канала, вершина которых находится выше уровня земли. Очевидно, через них и осуществлялся выборозабор. Как я и предполагал, туннель из этого здания, проходящий под землей и заканчивающийся стволом заходил вот к этой конструкции. а так выглядит этот ствол сверху. стволом и заканчивающийся вентиляционный Ну а я потихоньку приближаюсь к следующему объекту, расположено это здание здесь совсем рядышком, надо понимать что здесь вот в этом здании были административные помещения и какой-то производственный корпус и вот эта вот вышка колонна. Лестницы здесь нету, идем смотреть где можно попасть внутрь наверх дальше, вот уже собственно видно где кончается галерея, там лестничные пролеты наверх, но тут меня тоже ждало разочарование, теоретически можно туда подняться по вот этим вот остаткам лестниц, но не факт что игра стоит свеч, так что спускаюсь обратно. Здесь подводились коммуникации через подвал к зданию, в котором располагались административные помещения, ну и очевидно какое-то производство. Все эти предприятия находятся на фоне потрясающе красивой природы в окружении гор. А я пока здесь ходил, нашел еще кое-что интересное. Вот этот привод очевидно и был подъемный механизм, по которому подавалась руда. Гигантское колесо, попробую сейчас показать себя на фоне этого колеса, но превышает в размерах мой рост. Гигантский механизм, здесь вот еще видны остатки смазки солидола, очевидно здесь находился как раз привод этого подъемника, ну и его размеры тоже поражают. К этому приводному валу подсоединялся, надо полагать, электромотор, который находился на этой площадке. Тут, естественно, все уже спилено, ничего живого не осталось, но только по диаметру, превышающему метр приводного вала можно предположить размеры мотора, который все это приводил в движение, и его мощность. Итак, снова вверх, но тут меня ждал облом. Тут, судя по всему, тоже находился ствол, туда можно спуститься. Там ствол из бетона, не тюбинги. Да, вот так вот эта конструкция и выглядит. Внизу основанием является бетонный ствол, а верхняя часть уже собрана из бетонных блоков. Это как раз и был критевой ствол грузового подъема. Возможно, здесь же осуществлялся и спуск подъем людей. К сожалению, по недавно поступившей от мурманских коллег информации, сейчас этот комплекс полностью снесен. Вот такие вот замечательные виды здесь. Это уже Карелия, недалеко от Вологодской области. Ну вот уже и обратная дорога. Отснял я, к сожалению, не так много материала. Поездка была больше ознакомительная. А сейчас по дороге в Москву разбили лагерь на берегу красивой реки. Немножечко отдохнем и дальше продолжим свой путь. А вот там вот вдали, среди деревьев имеется наш лагерь. Сейчас будем отдыхать, выспаемся и дальше в обратную дорогу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова